Добрый день, уважаемые телезрители! Ну, в первую очередь, объясним еще раз, что такое бытовое насилие. Ну, бытовое насилие – это умышленное, противоправное деяние одного лица в отношении другого, совершаемое в сфере семейно-бытовых отношений. И под семейно-бытовыми отношениями также понимаются отношения между бывшими супругами, между лицами, состоящими в браке, между лицами, проживающими, либо ранее проживавшими совместно, а также между лицами, имеющими совместных детей или ребенка. Мы сейчас говорим о семейных парах. Применяются ли вот данные меры и вот этот термин бытовое насилие к тем, кто проживает совместно с этой семьей, допустим? Это бабушки, дедушки, дети? Да, конечно, если они проживают в пределах одного общего жилья, жилища, индивидуального жилья, эти меры применяются. То есть можно сказать, что если правонарушение возникает не в отношении мужа к жене, допустим, или жены к мужу, в отношении детей, в отношении взрослых, членов семьи, все это тоже допустимо, да? Да. Понятно. Вы не первый год работаете, и известно, что по номеру телефона 102 принимаются звонки, это как раз граждане наши сообщают о каких-то противоправных действиях. Допустим, даже жена в отношении своего супруга, наверное, это чаще бывает, мне кажется, так. Так это или нет? Да, да, да. Сколько в среднем звонков вы принимаете вот как раз у сообщений о бытовом насилии? Ну, в среднем по территории города Актубена телефон 102 поступает от 8 до 10 звонков в сутки. В сутки? В сутки. А вот какое время пиковое можно назвать? Ну, в основном это праздничные дни. Праздничные дни. А если вот в течение суток, это какие часы? Ну, в вечернее время бывает и днем, да, звонки поступают. В ночные тоже поступают? И ночные поступают. На все звонки реагируют? Конечно, обязательно. По каждому звонку, произведенному на телефон 102, в обязательном порядке направляется наряд полиции, в дальнейшем уже принимается решение по тому или иному вызову. Ну, раньше практиковалось и такое. Я помню, несколько лет назад, может быть, 10, там, 15, я не знаю. Многие жаловались, то, что полицейские игнорируют такие звонки, говорят, вы там сами разбирайтесь и в принципе не выезжали. Сейчас такого нет? Нет, сейчас такого нет, потому что каждый звонок, поступивший на 102, он фиксируется автоматически в базе. И по каждому звонку мы отслеживаем по базе, у нас есть специальная такая база, называется Д-рэпорт. Мы по ней отслеживаем каждый звонок и смотрим, какие меры принимаются. Скажите, пожалуйста, по мобильному телефону можно также сообщить о правонарушении? Конечно, и по мобильному телефону. Тоже будет фиксироваться? Обязательно. Действия правоохранительных органов, вот они приезжают на место, и как долго, кстати, их ждать приходится? Ну, обычно наряд должен прибыть по данному адресу в течение 10 минут. 10 минут дается? 10-15 минут. Дальше их действия? Ну, в дальнейшем наряд, естественно, выясняет все обстоятельства данного вызова. Если же здесь необходимо отметить, что обязательно отбирается заявление, далее материалы направляются по территориальности. Если бы это было в ночное время суток, участковым направляется, участковый далее осуществляет сбор материалов. Если, ну, всем известно, что с этого года у нас действуют новые законодательства административные, уголовно-процессуальные, уголовные кодексы. Поэтому, если физическое лицо в случае получения телесных повреждений имеет право, конечно, непосредственно обратиться в суд в порядке частного обвинения в соответствии со статьей 32.407.408 Уголовно-процессуального кодекса. Статья такая есть, наказание последует. При нецензурной брании, при оскорбительном приставании, при порче предметов домашнего обихода, либо если иные правонарушения совершаем в сфере бытовых отношений, если в действиях правонарушителя не усматриваются признаки уголовного правонарушения, то лицо подвергается административной ответственности в порядке ст. 73 Кодекса Республики Кастан об административных правонарушениях. Ну, какое наказание будет грозить дебоширу семейным? Ну, санкции данной статьи предусмотрены на предупреждение либо арест от 3 до 10 суток. Ну, на первый раз, скорее всего, это только устное предупреждение? Это все зависит от степени тяжести, наверное, да? На усмотрение судьи. На усмотрение судьи? Да, потому что все материалы по данной категории правонарушения направляют в специализированный административный суд нашего города. Скажите, пожалуйста, а если пострадавшая сторона не хочет и отказывается писать заявление? Если уже заявление имеется, зафиксировано, то в любом случае даже примирение и отказ от претензий, все это уже по решению, как бы решается в суде. Сам сотрудник по данной статье не имеет права выносить решение. Ну, понятно, до суда дело доходит, а бывают такие случаи, когда до суда не доходит и все, вот супруги поругались, подрались, там, я не знаю, приехал наряд полиции, они сказали, у нас все хорошо, замечательно, никто на кого писать не собирается и все, уходите, до свидания. Ну, человек просто просит вынести защитное предписание, и помимо административного ареста у нас законно предусмотрено и вынесение защитного предписания. Защитное предписание выносится у нас участковым инспектором полиции, либо участковым инспектором по делам несовершеннолетних в отношении правонарушителя сроком на 30 суток. Что это такое защитное предписание? Защитным предписанием вообще запрещается правонарушителю совершать бытовое правонарушение, вопреки воле потерпевшего, разыскивать, преследовать, посещать, вести устные телефонные переговоры. Это, наверное, чаще применяется, когда супруги в разводе. Когда в разводе, но даже когда супруги живут вместе, с защитным предписанием запрещается совершать административные правонарушения, потому что лица, в отношении которых вынесено защитное предписание, ставятся на профилактический учет органов внутренних дел и за ними ведется профилактический контроль. Периодичность проверки лица, состоящего на учете, не менее одного раза в семь дней. Данные меры обеспечивают безопасность потерпевшему и эффективно воздействуют на правосознание поведения лица, совершившего правонарушение. А нарушение требований защитного предписания, в том случае, если правонарушитель нарушает эти требования, то он привлекается к административной ответственности, за совершение которого также предусмотрено предупреждение, либо арест на срок до пяти суток. Значит, нарушителю к нему применяется административный меры взыскания. Это чаще всего штраф, так? Штрафа нету сейчас. Штрафа нет, а что есть? Штрафа нету. Либо предупреждение, либо административный арест. А, то есть он какое-то время должен покинуть семью, посидеть где-то там за замками, подумать о своем поведении. Действенные это меры или нет? Действенные. Помогают исправиться? Помогают исправиться, да. Ну, чаще всего нарушители, народ такой очень упертый, скажем так, да, и многие, в принципе, если еще находятся в состоянии алкогольного опьянения, то, естественно, не будут думать ни о каких запретах. Бывают случаи, когда вот действительно нарушают и что потом с ними делается? Бывают случаи за нарушение защитного института, сами, как я уже говорила, материал направляется далее в суд. Кроме того... Ну, наряд его где-то там уже находит и разыскивает или не разыскивает? Участковый инспектор. Участковый инспектор, конечно, да. В дальнейшем обеспечивает его в административно-специализированный суд. Кроме этого, по ходатайству органов внутренних дел перед судом в отношении правонарушителя могут быть выставлены особые требования к поведению правонарушителя на срок от 3 до 1 года. В течение этого времени правонарушитель также предстоит не менее 1 до 4 раз в месяц являться в орган внутренних дел для проведения с ним профилактической беседы. Угу. Насколько меньше стало вот таких правонарушений? Что говорит статистика? Коротко озвучьте цифры. Ну, благодаря предпринимаемым мерам профилактического воздействия на сегодняшний день на территории города Ак-Тубен наблюдается снижение правонарушений, совершаемых в сфере быта, на 54,6%. То есть, если в прошлом году было совершено 745 правонарушений, в этом году уже 416. Ну, эти цифры радуют. Будем надеяться, что все и пойдет дальше в позитивном ключе. Спасибо вам большое за то, что пришли в нашу студию. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Мадина Аскарова, старший инспектор отдела административной полиции УВД города Ак-Тубен. Всего вам доброго. До свидания.